Зангизор к Армении присоединил Нинжде, Акиров с Арджоникидзе, и эту ошибку надо исправлять, сказал российский историк. Заявление президента Азербайджана Алиева на заседании глав стран тюркского совета, не было для меня, как историка, какой-либо неожиданностью, я долгие годы ждал, когда же он, наконец, выступит с подобным заявлением. Во всем мире честным историкам известно, что передача Зангизура большевиками от Азербайджана к Армении в 1924 году, была произведена нелегитимно и волонтаристски. Единственно законными границами между Азербайджаном, Арменией, Грузией, Турцией, это те, которые были установлены в соответствии с межеванием границ по Карскому мирному договору 1921 года, и ситуация с принадлежностью территорий на Южном Кавказе, рано или поздно должна прийти, и я уверен, обязательно придет к этому статусу. По условиям Карского договора, Зангизур входил в состав Азербайджана, чего бы ни говорили об этом себе фантазеры из Еревана. Им надо знать, что не их дутый национальный герой Нжде присоединил Зангизур к Армении, как они сами себя в этом убеждают, а сделали это закавказские большевики во главе с Кировом и Орджоникидзе. И эту историческую ошибку надо исправлять. В связи с этим я не стану сейчас ссылаться на заявление президента Алиева о том, что они сделали это для раскола тюркского мира. Зангизур превратился в армянский регион абсолютно незаконно. В Советском Союзе, не знаю, по глупости или умышленно, в разные годы было сделано множество, то ли ошибок, то ли преднамеренных злодейств с передачей регионов, из-под юрисдикции одной союзной республики в состав другой, что после его развала стало причиной целого ряда территориальных споров и конфликтов, приведших к локальным войнам, среди которых Карабахская война – лишь частный эпизод. Я глубоко убежден в том, что все нынешние проблемы Азербайджана с территориальной целостностью имеют корни именно здесь. В современной России, да и многие в Азербайджане, без дополнительной подсказки сегодня вспомнят о том, что в соответствии со своей конституцией нынешняя Азербайджанская республика, является де-юре преемницей Азербайджанской демократической республики, и не только по организации своей государственной системы или по политическому режиму, но и по своей территории. А во времена Азербайджанской демократической республики, как всем хорошо известно, Зангизур входил в состав этого государства, как составная и неотъемлемая его часть. Поэтому президент Алиев, являясь в силу своего статуса гарантом Конституции, в силу своего служебного положения, просто был обязан рано или поздно, в тот момент, когда для этого сложится благоприятная политическая конъюнктура, поднятие этот вопрос. Так что у меня, как неангажированного профессионального историка и правоведа, факт постановки этого вопроса президентом Алиевым, не вызвал особого удивления. Повторю еще раз, он был обязан это сделать, как президент Азербайджанской республики и гарант ее Конституции.